16 ноября в Волосовском городском досугом центре «Родник» открылась фотовыставка «Святая гора Афон» и собрание Государственного музея истории религии. Проект, приуроченный к Перекрестному году России и Греции, празднованию тысячелетия присутствия русского монашества на Святой горе Афон Греции, реализуется в рамках сотрудничества Комитета по местному самоуправлению, Межнациональным и Межконфессиональным отношениям Администрации Ленинградской области и Государственного музея истории религии. Изначально, когда музей создавался в 1932 году, планировалось, что это будет такой мощный научный исследовательский центр, который касается истории религии, ну и вот религии как феномен. Именно потому, уже тогда, в 1930-е годы, несмотря на то, что в стране действительно жилось не очень сладко, как вы знаете, в музее формируется богатейшая коллекция, в том числе из различных старых собраний. Собраний кунст-камер, эрмитажа и так далее. И вот одна из этих коллекций, это была коллекция императорского, тогда, до революции, как это называлось, императорского палестинского православного общества. В многофункциональном читальном зале Волосовской городской центральной библиотеки прошла уникальная лекция-экскурсия сотрудника Музея истории и религии «Виртуальное путешествие по Афону». Для православных всего мира Афон – одно из наиболее святых мест, почитаемое как земной удел Богородицы. Согласно преданию, христианские отшельники появились на полуострове уже в первые века новой эры. Люди живут примерно в одном месте, но живут они по отдельности, собираясь раз в неделю там для общения. Есть и отшельники, о которых ходит множество легенд. Самая известная из них – это легенда о десяти отшельниках, которые там вот бродят. И вроде как, когда один из них умирает, значит, его место восполняет кто-то другой. Но это легенда. В 1988 году гора Афон внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Представлены на выставке собрания видов афонских монастырей из фондов Музея истории и религии – лишь малая часть обширной коллекции фотографий Императорского православного палестинского общества. Более подробно с коллекцией можно познакомиться на официальном интернет-сайте Музея истории и религии. Для жителей Волосовского района выставка – это возможность увидеть исторические фотографии и более подробно познакомиться с особенностями жизни и служения русских монахов на Афоне.